Здравствуйте, уважаемые зрители! Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире. Дело в том, что тут куча всяких дел на мелу, а также еще немножко заболел, но слава богу, пришел в себя и ко мне пришли часы. Немного истории об этих часах, это продавец, у которого я покупал несколько часов, в том числе и от Вейда фирмы, вот он мне предложил, написал, что есть новинка за 2016 год. Вейда вот такие часы. Ну, я посмотрел, в принципе, мне понравились, сейчас расскажу о них и вам. Единственное, что они кварцевые, мне нравятся больше механические часы, но тем не менее, достаточно такие, ну скажем так, хорошие часы. Часы. Теперь по порядку. Впечатление вот такой вот коробочки. Очень интересная коробочка. Здесь написано Вейда, Only for Brave, только для героев. Ну, не знаю, насколько мы с вами герои, где-то уж, по крайней мере, наверное, нет. Здесь написано сайт, адрес сайта производителя этих часов, ну и различные, видимо, фирмы, которые принимали участие, наверное, в изготовлении этих часов. Также копирайты всякие различные, ну, смотрите, интересно вам это видео. Ну, по крайней мере, такая вот красивая коробочка, для которой можно подарить. Ручка для вытаскивания. Вот коробочку в стороночку ставим. Вот такая вот красненькая бархоточка с пенопластом. Покупка очень хорошая, кстати. Здесь тоже логотип этих часов, Вейда for Brave, да. Далее, значит, различные бумаги, гарантийная карточка. Здесь это описывается модель. Ну, собственно, гарантия на ремонт. Также инструкция по эксплуатации. Такая вот большая. Вот здесь на разных языках. В том числе на китайском, каком-то видим еще арабском. Вот, ну, есть аминский вариант. Посмотрим с другой стороны. Русский язык, отсыпка. Ну, тут все в схемах. В общем-то, схемы достаточно стандартные. Я вам покажу, расскажу, если ничего сложного такого нет. Далее, откладываем. Теперь, собственно, сами часы. Вот они в такой вот упаковочке. Давайте доставать. Это тоже какая-то бумажка, но тоже относится к часам. А это в сторонку. Теперь, карточку тоже в сторонку. Вот такие вот часики. Они все упакованы. Они все упакованы в целлофан. Вот. Сейчас будем их распаковывать. Самое такое интересное и, как я говорю, жирное. Так, первым делом, что мы снимаем. Первым делом, наверное, снимем вот этот целлофан. Да, есть несколько моделей этих часов различных цветов. Вот я взял такой вот желтенький. Точки с беленькими. Есть красные, соответственно, разные стрелки. Ну, ссылочка на них будет в описании и там посмотрите. Ремешок тоже, видите, упакован во все его части. Вот они в таком распакованном виде. Красивые, блестящие. Часы шли в течение 11 дней. Продавец очень быстро отправил заказ. Но это еще связано с тем, что я просто у него покупал. И мы с ним, в общем-то, в таких хороших отношениях. Цена. Для меня они стоили 1995 рублей. Сейчас на сайте они оценены в 3300 рублей. Отослал их быстро. Часы пришли тоже достаточно быстро. Что они себя представляют, сейчас потихонечку разберем. Значит, корпус, сплав, как написано у него в характеристиках. Водонепроницаемость 30 метров. Батарейка на три года. Рассчитан на механизм японский. Как написано, опять же, у производителя. Это Miota. С батарейкой Sony SR626SW. Рассчитан на три года работы. Часы кварцевые, соответственно. Аналоговые цифровое время. Вот видите, в окошечках. Сейчас поближе. Сейчас они уже идут. Сейчас я вам покажу, какие кнопочки за что отвечают. Ну, тут, в принципе, они подписаны, все эти кнопочки. Вот видите, здесь на районе семи часов, например, вот эта кнопочка подписана Mode. Эта кнопочка Start. Эта кнопочка Reset. И это, собственно, освещение, подсветка. Стрелки переключаются вот этой ручкой. Вот они. Вот, собственно, на чем она и функция заканчивается. На стрелке есть. На ручке есть логотип. Вейда. На циферблате, видимо, тут нанесены, ну, не знаю. Мне кажется, что это название городов. Ну, и функциональное их нанесение я даже не представляю, что это значит. В районе 12 часов написано, что это вейда часы и что это спортивные часы. Спортивные часы, хотя вот неприлицаемость их всего 30 метров. То есть, соответственно, это помыть руки. Может быть, попасть под дождь. В общем-то, и все. В окошечке в районе 9 часов это день недели. В окошечке в районе 3 часов это секунды. И окошечко, которое, сейчас я вам покажу, вот так вот, все мы сейчас настроим, которое в районе 6 часов, это показано, что месяц, число и время часы-минуты. И там внизу, если вы видите такой стоит значок, это могут часовой сигнал не давать. Ну, соответственно, плюс будильник. В часах присутствует день недели, число, месяц, будильник, секундомер, подсветка. Все, в общем-то, стандартная пионерская работа. Как все это переключается? Вот этой кнопочкой MULL мы переключаем. Вот сейчас переключился секундомер. Сейчас можно настроить будильник. Видите? Вот этими кнопочками выставляется, видите, если вы видите, выставляется будильник. Дальше выставление, соответственно, минут, часов и дня недели. Вот. Достаточно просто и стандартно. Диаметр циферблата 5 сантиметров. Не обманул продавец. Толщина часов 18 миллиметров. Толщина часов 18 миллиметров. Диаметр по началу безеля. Ну да, грузина 4 сантиметра. Ширина ремешка, ну, грузины 23 миллиметра. Ремешок, собственно, регулированный. Вот видите, если здесь, посмотрите, здесь можно вытащить звенья. Ну и здесь. Часы достаточно углевые системы. Вес часов 183,4 грамма. Так. На руке сейчас покажу, как они смотрятся на руке. Вот. Ну, я бы убрал еще одну звену. Вот. Ну, достаточно так. Ничего смотрится. Солидно. Так. Говорят производители, что ремешок – это нержавеющая сталь. Вот здесь мне нравится вот этот вот элемент. Очень он хрипкий. Ремешок достаточно такой дребезжащий, как вы видите. Защелка надежная. Вот она. Защелка надежная. С логотипом, опять же, Вейда. По внешнему виду достаточно такие солидные часики. Вот эти, наверное, на мизеле декоративные какие-то болтики, да. То есть это непонятно, что это. Погрешность часов, как написано, опять же, на сайте производителя, порядка плюс-минус 45 секунд в месяц. И диапазон температурной работы их от минус 10 до 50 градусов Цельсия. Ну, по опыту мне довелось носить несколько часов вот такого плана. Даже, по-моему, в Эде я носил. Достаточно неприхотливые, точные. Идут неплохо. Что еще нужно для часов, для хороших? Да, забыл сказать про стекло. Стекло Hardlex. То есть это закаленное минеральное стекло, обладающее высокой прочностью и устойчиво к царапинам и ударам. Уж не знаю, насколько так, но написал, что Hardlex. Стекло плоское. Качество изготовления самих часов очень хорошее. Никаких претензий к ним нету, кроме такого болтающегося. Ну, стандартный ремешок китайский. Так, теперь о нашем канале хотел вам рассказать. Подписчиков у нас 111 человек. Прекрасная цифра. Три единицы. Потихонечку люди подписываются. И хорошо. И им спасибо. Спасибо за интересные комментарии. Очень интересно отвечать на эти вопросы. Потому что сам некоторых вещей не знаешь, поэтому лезешь, проверяешь, изучаешь. Ну, и отвечаешь, соответственно, на вопросы. Поэтому приглашаю активно задавать вопросы. И тем самым мы с вами вместе будем узнавать какие-то новости, какие-то вещи, которые нам всем интересны. По поводу, вот опять же, по поводу комментариев. Вчера или позавчера, по-моему, мне посоветовали купить еще одну ручку и на канале показать. Это я уже ее заказал. Это Платином Пректи, по-моему, называется. Я ее уже заказал. Продавец ее уже отослал, как он мне утверждает. Ну, скорее всего, просто зарегистрировал. Как только получу, расскажу о ней с упознанием человека, который меня направил на эту ручку. Спасибо большое ему, этому человеку. А, вот я что забыл рассказать. Это по поводу моего спора с китайцем по поводу часов Джарагара. Если помните, такой у нас был спор. Ну, вот в результате небольших уговоров со стороны китайцев. Китайцы, вернее. Пытался он мне сказать, чтобы я отослал ему часы. Тогда он вернет деньги. Но, в принципе, в принципе, я говорю, что часы ничем не отличались от того, что я заказывал. Только там они назывались Джарагар. А тут мне пришли часы МЦЕ. В общем-то, никакой разницы, но дело принципа, как вы понимаете. Соответственно, спор, так сказать, обострили. С помощью сайта Алиэкспресс ему в неделе выплатили мне, ну, порядка 80% стоимости часов. Он, кстати, это все вернул, за что спасибо большое сайту Алиэкспресс. Так что, если вы заказываете и получаете не тот товар, ни в коем случае не пускайте все это, так сказать, по течению. Обязательно спорте. И если вы действительно правы, и он прислал вам в Китай, если не тот товар, я думаю, что справедливо все равно будет на вашей стороне. Поэтому вот такая небольшая история. Ну, а на этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу на них. Поэтому до свидания, до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok